друзья всем привет у нас как и у всех наверное в этом году урожай яблок вот я привез от матушки значит сколько 4 мешка яблочек выбирал сладкие будем мы их сейчас обрабатывать вот в этой соковыжималки и сбраживать вот в этих вот бродильных ямкостях я уже одну такую бочку поставил сейчас покажу делаю кальвадос первый раз значит вот у меня здесь стоит уже брага я ее эту бочку зарядил вместе с мякотью вот эту шапку нужно перемешивать периодически чем чаще тем лучше чтобы она не закисла сейчас мы заодно это сделаем вот еще раз говорю первый раз я делаю брагу из яблок посмотрим что получится у нас брага или уксус яблочный наверное это это в хозяйстве нам пригодится но хотелось бы все таки чтобы получилось брага так значит получили мы 25 литров это у нас просто сок яблочный чистый здесь у нас 25 литров это сок яблочный с добавлением сахара в пропорции 100 грамм сахара на 1 литр готового сусла и здесь у нас жмых чистый до добавлена вода с сахаром сейчас скажу сколько сахар здесь здесь 7 килограмм сахара и вода жмых из двух мешков не могу сказать как какой вес но вот полная бочка получился такой вот каша у нас замок гидрозатвор вот на этой емкости и я смотрю здесь тоже уже практически не булькает иди покажи шапка какая я ее оставил не перемешиваю я и сниму как бы да аккуратненько и уже то что там снизу я будут судить ладно об этом потом сейчас мы смотрите что сделаем вот эта емкость у нас 30-го 050 8 поставлена яблочный сок сладкий 25-30 литров плюс 25 грамм дрожжей здесь сложность какая у меня в емкостях врезан кран я рассказывал уже но у нас осадок видишь выше крана поэтому мы сейчас откроем понюхаем сначала и отвалились и сразу это вообще слина сливать в другую емкость или сразу канализацию да нет можно можно еще вылил весь гидрозатвор все муж всем всех всех мужик на сахар молодец закрыт так цвет красивый цвет такой теперь так как мы не можем перелить через кран шоферским методом будем сливать аккуратно вот в эту емкость так ты напьешь сейчас гараж это прям напью думаешь узнает завтра ехать с утра поэтому не получится так все сейчас мы это аккуратненько сольем не получается осветлить как идеально чтобы светлый был можно конечно в принципе попробовать я может быть даже и попробую сейчас похолодает заморозки обещают я эту емкость поставлю на пару ночей на улицу а что нужно чтобы осветлить минус дать но не то что минус ниже 10 градусов ну короче низкую температуру нужно чтобы все это не нужное нам села вниз вот и посмотрим если подействует то будет у нас посветлее напиток если нет то такой оставить так в этой в этих двух ним костях значит яблочный сок который бродил у нас на мизге с мизгой вместе один раз снятся осадка с большой бочки и добавлен сахар чтобы набрал сок этот не сока ну можно сказать что это у нас брашка что брашка это набрала нам больше спиртуозность мы будем ее перегонять на кальвадос и то же самое вот в этой бочке но здесь у нас еще первичное брожение гидрозатвор кстати говоря тоже практически уже остановился но еще там есть брожение но небольшое сюда сахар добавляться не будет просто снять снятие с осадка и все потому что это у нас емкость так здесь жмых с водой кстати говоря здесь даже не сок здесь просто жмых с водой и плюс 7 килограмм сахара вот и посмотрим что получится в таком варианте и в таком варианте у нас опять тонны яблок сейчас посмотрим что саша делает на улице минус 100 мне кажется уже ну что ты окалел прислали еще 5 мешков яблоки это все яблоки правильно теперь будешь добру еще больше добро нет ну ты же отказываешься сок делать и меня поэтому еще остается остается только поставить бродить итак из 5 мешков яблок у нас получилось 65 литров сока сока с мякотью сейчас мы сюда добавим дрожжей вот я разбраживаю дрожжи в воде 25 градусный дрожжи у нас вот такие но что-то не фокусируешь замасил температура брожения у них идеально 16 25 градусов вот с этим есть небольшая проблема емкость у нас бродильная сейчас температура имеет 10 12 включил я теплый пол чтобы подогреть но думаю что я внесу все таки дрожжи просто запустится чуть позже уже в полную силу когда температура в баке достигнет 16 градусов оптимальный для них ну в общем все вносим сейчас мы сюда дрожжи и размешиваем сейчас размешиваю дрожжи и думаю что не совсем правильно верни совсем неправильно я делаю внося дрожжи с среды с температурой 25 градусов до это вода в которой я разбраживал унося в емкость температуры 10 12 градусов я думаю что дрожжи мне спасибо за это не скажет у них будет небольшой шок температурный допустим вот в варенье я помню что желательно конечно температуру сусла и температуру разбраживаемой жидкости приблизительно уравнивать но посмотрим думаю что поругается поругаются да простят меня засранцы здесь кстати говоря я не сказал что померил я начальную плотность начальная плотность или содержание сахара составила 11 и 5 процента в идеале для сидра 12 процентов сахара должно быть в жидкости вот ничего не добавлял соответственно я имею ввиду сахара и сюда кстати говоря вот к пяти мешкам яблок вкусных сладких я добавил еще где-то килограмм 6 груш не менее вкусных и тоже довольно таки сладких ну французы при производстве сидра и клювадоса я знаю что добавляют до 20 процентов груш и это очень приветствуется потребителям в общем говорят что продукт очень вкусен у них но посмотрим что у нас получится конечно хотелось бы побольше груш но груш пока много нет друзья прошу прощения за беспорядок рабочие на столе но блин никак нет времени разобраться смотрите сейчас мы сейчас я снял с осадка вот эту вот емкость это у нас поставленная 30 0 8 яблочный сок 3 килограмма сахара 25 литров и 25 грамм дрожжей зимосил так значит слил я сахарским методом знаете как это делается наверное я наверное показывал так вот у нас такой вот здесь осадочек остался ну что хочу сказать по запаху это похоже на вино на сидр а вот то что мы с вами сливали до этого и выносил я на холод на сидр и на яблочное вино мягко говоря не похоже в общем не знаю я в чем ошибка моя но есть кислинка короче говоря как всегда ужасно видишь твое хобби гораздо более вредно чем моё помидоринка не подаешься виноградинка подаю я похож на босс биг босс друзья вот две новости плохая и хорошая плохая та который я снимал я показывал сосадка и выносил на улицу чтобы она осветлилась короче говоря здесь вкус откровенно скажем кисловат я не знаю какое брожение здесь молочное кислое или уксусное кислое брожение в этой емкости но явно что-то не так короче говоря и вот емкость которую я снял с осадка вот только что подойдите покажи пожалуйста я не выносил никуда не на холод там не на мороз тем более пока морозов нету и посмотрите какая прозрачность оцените клада ничего не делал просто снял шоферским методом через трубочку я с нас осадка и все ничего больше не делал и вот это у меня стояло три дня на температуре там ночью было около нуля видно нет мутная фигня мутятинка мутятинка смотреть я кислятинка как раз я даже вот на стаканчики приготовил сейчас покажу так это вот отсюда это отсюда я кстати говоря попробовал бомба по тебе видно да чуть ли тут пару глотков попробовал так смотрите вот это вот мутник какая-то непонятная его прозрачный продукт а настоящая жена всегда даже два глотка увидит глаза блин молодец я молодец смотрите короче говоря в общем приходим какому выводу я прихожу какому выводу ошибку в чем вижу абсолютно одинаковые яблоки сорт я имею ввиду да значит разница в чем здесь 100 грамм на килограмм сырья сахара здесь просто яблоко без сахара я не померил начальную плотность в этом была ошибка моя так понимаю и здесь видимо я так я так думаю я не я первый раз делаю этот продукт если у вас есть объяснение научно обоснованное пишите в комментариях обязательно значит здесь у меня получается без сахара и начальную плотность я не мерил я так думаю что очень низкое содержание сахара было в начальном сусли и поэтому что-то пошло не так как говорится хотя дрожжи все здесь в обоих этих им костях одинаковые были вот и значит здесь он имеет продукт имеет ну не отталкивающий кислый вкус но кисловат скажем откровенно не уксус да но есть кислинка я тебе давал попробовать согласно кислый вот здесь ты можешь мне объяснить в том не ощущение что вообще нет градусов здесь явно знаете как сухое вино с привкусом яблока очень вкусно тукатами будет вкусно закусывать грушевыми цукатами твоими да да уже второй заход сделать хорошо значит короче говоря мое предположение вот я уже ранее озвучил разница единственная в сахаре и все разница только в сахаре да и в том что тут и вот здесь отбродила как положено а здесь без сахара отбродила как ему захотелось вот в этом только разница короче говоря а что быстрее закончила бродить бродить закончила быстрее вот без сахара кстати говоря тебе не кажется что в той но так же совсем нет градуса гораздо меньше может быть здесь сухость вот это дает ощущение сахара я и говорю что здесь это емкость правая бродила меньше по времени до чем левая это объяснимо здесь меньше сахаров было и потребовалось дрожжам меньше времени на то чтобы переработать все эти сахара вот такую кислую жижу как бы да получается здесь сахаров было больше и для завершения брожения потребовалось соответственно больше времени дрожжам но как бы какому году прихожу такому что нужно по-любому мерить начальную плотность сусла и добавлять сахар очка да и если она низкая то полюбому сахар нужно добавлять по всей видимости может быть я ошибаюсь и какую-то другую ошибку свою не учел пишите в комментариях скажи яблоки были такие сладкие яблоки были фикти-фикти как говорится тут нет не эти яблоки не жена показывает на эти яблоки это сладкие яблоки нет это то что я оставил вот уже после этого всего вчера вчера да это нет хорошие яблоки были белые типа антоновки там какие-то антоновки кислятина короче сахара по ходу было мало короче дилемма что делать с этой емкостью жена просит сделать яблочный уксус но я не знаю как дальней как бы я ну предполагаю как там умные люди пишут в интернете что нужно просто открыть крышку и обеспечить доступ кислорода и брожение пойдет по уксусно кислому сценарию но не знаю возможно что мы эту жидкость перельем в куб и выгоним спирт-серец из нее и посмотрим что получится на это а то у тебя спирт-серец не ищем выгнать честное слово подожди но я хочу клеводос сделать а я хочу уксус хорошо давайте договоримся так если вы знаете как сделать из этого продукта яблочного сока который перебродил с какой-то с кислинкой да как сделать из этого яблочный уксус напишите в комментариях мы попробуем сделать но я все-таки думаю что нужно залить в куб и перегнать любом случае я что хочу сказать что первый раз я сделал попытался сделать сидор и результат меня впечатлил очень приятный на вкус достойный напиток как бы даже думаю что если из того что я еще поставил там еще много стоит пугаешь не будет получаться что-то подобное то даже мне жалко будет из этого перегонять в дистиллят как бы будем разливать по бутылкам и опускать в подвал я думаю так друзья ну мы сейчас что делаем мы сейчас добавляем сахар сюда вот в эту емкость из расчета 10 грамм на один литр продукта размешиваем оставляем на два часа и разливаем в пластиковые бутылки это позволит нам сделать карбонизацию и добавит в наш вот такой вот уже довольно таки достойный напиток немного газиков и кристое вино и кристое вино будет да смотрите чтобы это будет на сухое и кристое вино чтобы сделать из этого продукта полусладкое вино сюда придется добавить несбраживаемый сахар это мальтадекстрин по моему называется если не ошибаюсь это сахар который не может быть переработан этими дрожжами и соответственно он придаст нашему напитку сладкий вкус если мы сюда добавим просто сахар но как я добавляю до дрожжи перри проснуться переработают ее за него заново и произведут углекислоту которая будет в виде газов при открытии бутылки при разливе вот все на этом спасибо за внимание всем пока но по сарам